Всем привет! С вами проект Дубай, меня зовут Анна, и сегодня я решила вам рассказать о таком районе, как Джумейра Лейкс Тауэрс. Вы можете увидеть сзади меня, как раз мы приехали в метро Джумейра Лейкс Тауэрс. В переводе это означает «бажни возле озер Джумейра». И находится этот район напротив известной Дубай-марины через проспект Шейх-Заед. Ну, теперь давайте пройдем и посмотрим, какой же этот район, какие плюсы, какие минусы. Мне очень нравится этот район. За все время, что я живу в Дубае, мы с мужем пожили в нескольких районах. Это была и Дейра, и Аль-Барша. И решили остановиться все-таки на этом районе. Вкратце его называют JLT, потому что и работа здесь, и в принципе район очень-очень комфортный, и мне очень он нравится. Сам район разделен на такие вот кластеры, их можно увидеть здесь. Весь этот район Джумейра Лейкс Тауэрс, вот видите известный Шейх-Заед Роуд. Там находится Дубай-марина, а здесь Джумейра Лейкс Тауэрс. И две метро-станции. Это Марина-станция и станция JLT или Джумейра Лейкс Тауэрс. Как вы можете увидеть, все JLT разделено на кластеры. И каждый кластер имеет свою букву ABCD и так далее. То есть, в принципе, если вам нужно найти какой-то дом, то очень легко сориентироваться, если узнать, какой кластер. В каждом кластере обычно три здания. И каждый кластер расположен возле небольшого озера, которое создано искусственно. Отсюда как раз и название Джумейра Лейкс Тауэрс, то есть озера, да, в переводе с английского языка. Вот мы зашли в сам внутрь этого райончика. Сзади меня осталось метро Дубай-марина. И вот если вы можете увидеть, тоже вот эти здания, то есть очень огромные небоскребы, вот три здания. Под ним идет парковка несколько-несколько уровней. Почему они строят эти три здания в одном кластере? Потому что они, как правило, делают один большой фундамент. И на этом фундаменте они выставляют, как правило, несколько домов, а именно три дома. Под каждым домом, под каждым кластером есть вот такие вот парковки, где можно припарковать свою машину. Парковки очень удобные, специальные подкрытия, очень чистые, везде есть стрелочки, куда ехать. Я сама брала машину в аренду и пробовала парковать. Очень-очень удобно. К сожалению, есть такой минус, что в GLT, в некоторых кластерах парковки делают платными, либо, если это бесплатно, то только на два часа. Район отличается своей зеленостью, то есть здесь есть деревья, есть травки, лужаки, детские площадки. Если мы заходим внутрь района, то здесь нет машин, то есть такие скамеечки. Можно выйти на улицу, прогуляться, посидеть, подышать свежим воздухом, выйти полюбоваться к озеру. Конечно, и многие отметят, и я тоже замечаю, что это такая вроде бы красота, но она искусственная, она не натуральная. То есть и деревья вроде не такие, и травка не такая сочная, как у нас в России, либо в других странах, где природа более богатая. Ну вот, мы и подошли к озеру. Здесь довольно-таки прохладно, и вечером приятно выйти погулять или посидеть на таких вот скамеечках, которые есть здесь. Также в этом районе очень много всяких магазинчиков, ресторанчиков, кафешек, мороженое можно поесть. Есть различные рестораны разной кухни. Есть и пиццерии, есть и арабская кухня. То есть выбор довольно-таки большой. Еще чем отличается этот район, что здесь почти не бывает туристов. То есть он довольно-таки спокойный, и здесь не так много людей. Джамаль Лекс Тауэрс район небоскребов. Здесь нет маленьких домов. Также это считается фризоной, свободной экономической зоной. Поэтому здесь есть как офисные здания, так и жилые здания. Также здесь есть, вернее, здесь было 4 озера, но одно из озер высушили и решили сделать парк. И сейчас в данный момент как раз идет строительство этого парка. Вовсю ведутся работы, и очень интересно за этим наблюдать, потому что каждый день вот это вот место, оно меняется. Постоянно приводит кучу песка, какие-то деревья. В общем, очень-очень сложные и такие трудные работы. Но как планируют они сделать его очень быстро, уже в следующем году они планируют уже открыть здесь потрясающий парк с зоной барбекю, и чтобы можно было с детьми выйти погулять, и поиграться, и организовать какой-то маленький пикничок. Кстати, здесь интересны дела обстоят с животными. Во-первых, в этом районе живет очень огромное количество европейцев, французов, немцев, русских очень много живет. И у многих из них есть домашние животные, собачки, кошки. И в этом районе как раз очень удобно с ними гулять, то есть это разрешено. Конечно, многих из вас интересует вопрос, как же добраться до моря. До моря добраться очень легко, это примерно 20-30 минут пешком, и мы уже на пляже Дибиара, и также можно дойти в Дубай-Марины и погулять там. С вами была Анна Надырова, специально для проекта InDubai. На этом все. Подписывайтесь на наш канал и смотрите наши новые видео. Всем пока!